Поднимите руки. Из кого ждать? Какой мафайл умулятор? Какой мафайл умулятор? Какой мафайл умулятор? SDK for wearable Ubuntu и SDK for wearable bin А, так, стоп, я, может, не только скачал Нет, bin Да, bin Папка download Выше Угу 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 Так, создать Угу 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 Сейчас, давайте покажу Вот, ну, у вас не так, у вас будет такая большая кнопка плюс здесь Добавили Имя любое Confirm И потом на кнопку play один раз нажимаете, потому что он стартует с небольшим запозданием Ну, а стартует Ну, он не открывается Ну, он не открывается Все Так, менялочек эмулятор подвис, что ли А что делать, если эмулятор менеджер не открывается? Угу 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 У меня там время не идет на какое-то, по-моему, я там Он тартанет сейчас с компрессом А Угу Угу Немного Кер Rodolika Х年 Угал Слышится Угал 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 нет коммерческом коммерческом устройстве там будет много просто это не совсем относится к платформе тазинг больше относится к вендору грубо говоря если за ты и вы выпустит свое устройство и включит туда там не знаю ваймакс то есть это его слой проприетарный потому что технология последняя которая в из 5 мимо которые используют 3g connect точнее 4g connect и вай-фай чтобы ускорить загрузку скорее всего она закрытая она дать за ним я не знаю как это работает но я думаю что это закрытая технология которая не входит в опен-сорс ну равно как лицензированный один на цель для работы с айбеком ничего не мешает ну просто сделаны скидки да 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 что то же запускать в командной строке sh пробел имя файла там распаковалась есть в зип не надо распаковывать по моему кто ставил воду бунту в работе сел у нас там нужно как ставить зип не не успокоен мы бин запускаем командной строке это все как обычно все запускается и саж пробел имя файла пойдет ли тоже тоже 5 вот в центре бинарный блютус давайте расскажу немножко про само устройство сейчас я буду рассказывать в принципе такой вот топик да есть камера стартует довольно быстро я повесил на двойное нажатие то есть я вот иду нажимаю то есть сейчас постепенно фокусировался долго намного быстрее чем достать телефон камеру чисто как будут нам вот мы уже пользуемся наверное с февраля этого года еще 1 версии сейчас 2 ну очень удобно у меня до этого были другие часы певал который кикстоповские тоже удобно когда не пропускают звонки не пропускаешь sms все увиновления когда отходишь далеко на расстояние от телефона они вибрируют говорят connection потерянной связи то есть никогда не потеряешь телефон и соответственно обороты можно воспользоваться функцией найти телефон я могу показать как работает найти мое устройство дача заключу просто в общем я просто ее запускаю и телефон просто причин легко можно найти я не сказал что я прямо часть часто пользуюсь всегда на виду но иногда бывает наверное много месяц два раза может воспользоваться звание обычно звонят да ну я просто нет у меня просто лифон с данным как бы функции того что я где-то его оставил это да в машине лежит я ухожу на дыру связь потеряно начните его ставил там возвращаюсь и действительно так и есть затем вот он меня уже так у всех до запустилась сейчас начнем по стране например с часами певал не эти эти больше нравится я вот допустим если рекомендовал кому-то дай износимой техники эту я рекомендую гиры 2.0 потому что они стоят недорого 10000 но дают намного больше функций чем аналоги во-первых яркий экран большой так жесты разработка сейчас мы посмотрим как она будет происходит быстро очень удобно зарядка если так активно использовать то двое суток ну что имеет активность несколько делать снимков в день получать большое количество уведомлений например вы сейчас они у меня работают в режиме часов работают вот шестьдесят девять процентов я их заряжал вчера с утра ведь я спокойно проработаю еще до завтрашнего вечера то есть если выдать уведомлений мало то есть там можно выставить так чтобы уведомлений были от определенных приложений ну и соответственно если разработано ваше приложение если я буду играть в игры на то он не так же по телефону хватит на один день ну потом короче я вам дам в руки вы можете посмотреть давайте по презентации сейчас небольшая вводная презентация и будет демо в общем тайзен sdk for verbal сейчас имеет бета 2 то есть пока это бета поэтому но многое что работает примерно также как в большом тайзен я надеюсь что в ближайшем времени будет объединение этих двух из детей будет один из детей где мы можем выбрать профиль из детей приложение для смартфона для вырубал для айби ай ну и так далее для различных профилей и давайте поговорим сначала о типах устройств чтобы вы немножко понимали в чем разница потому что самсунг уже выпускает второе поколение на схеме техники и есть небольшая путаница значит мы сегодня будем говорить о samsung gear 2 есть первое поколение оно называется samsung galaxy gear вся линейка galaxy она на андроиде поэтому здесь слово гэта galaxy опускается и продукт называется gear 2 чтобы понимали есть еще проект точнее продукт нацеленный больше на спортсменов а это фитнес-трекер gear fit он как раз работает на призму системы реального времени похоже стоит на фичи фонов точнее наоборот в общем то что стоит на gear fit очень похоже на то что стоит на фичи фонах разработка под него тоже возможно но она немножко ограничена и доступна для партнеров то есть если у вас вдруг есть какое-то супер приложение которого хотите сделать то вы принципе тоже можете получить из дикие для разработки но немножко другим способом то есть написав нам или через официальный сайт остав партнеров подписав индей вам будет виден выделен дополнительный из дикий с помощью которого можно сделать приложение для них можно разрабатывать приложение как бы они называются римаут apps если двух словах на андроиде я описываю приложение так чтобы допустим показать как в браузере показать кнопку такую-то с подписью такую-то и callback на при нажатии кнопки такой-то это показывается на часах я что-то делаю и callback получаю на хоз девайс на телефон то есть полноценных таких стендовом приложение как допустим для тайзен фавора был стать невозможно и разработка пока только для андроида и так вернемся gear 2 и проект вообще тайзен фавора был разработка ведется в из детей аналогичным как для тайзена называется тот же и клипс тот же пьем а мы уже настроили все здорово окей то есть можно разрабатывать как для девайса так и для эмулятора чтобы разрабатывать для девайса необходимо получить сертификат на сайте принципе тоже все описывается без у двух словах мы получаем дует девайс юай идентифа я вписываем его в реквест в xml не конгенерируется отправляем на специальный email они подписывают его нам возвращают мы его опять прикладываем запускаем регистрацию сертификаты сгенерировались все можно разрабатывать подать девайс ситуация очень похожи как apple делает регистрирует приложение для разработки кто примерно услышал или разрабатывал знает о чем я говорю теперь чтобы разрабатывать соединенные приложения сейчас о типах мы говорим чуть позже необходимо стрит разработки android потому что пока устройство можно соединять только android